Наше обращение к тематике применения средств восстановления защиты лакокрасочных покрытий автомобиля не случайно. Любой автолюбитель хочет, чтобы его автомобиль выглядел безупречно. Он мечтает ездить на машине, у которой вся поверхность сверкает и блестит. Для этого не обязательно перекрашивать автомобиль, пытаясь скрыть имеющиеся дефекты ЛКП. Иногда достаточно просто его отполировать. Кроме того, отполированная поверхность менее подвержена разрушению от воздействия различных факторов окружающей среды. Для профессионалов авторемонта на участках малярных работ не менее важной задачей является удаление дефектов окраски кузовных деталей, таких как вкрапление пыли, потеки, перепыл на соседние элементы. При глубоких повреждениях лакокрасочной поверхности полированием не поможешь. Дефекты, которые находятся на поверхностном слое лака или эмали, могут быть полностью удалены с использованием соответствующих шлифовальных и полировальных материалов и инструмента. Представляем систему Surface как эффективный метод полирования лакокрасочной поверхности. Линейка продукции Полировальная линейка материалов продукции Surface включает полировальные пасты. Крупнозернистую Rapid. Мелкозернистую универсальную OE. Доводочную Ultimate Glaze. Также принадлежности для их применения. Меховые полировальные диски диаметром 180, 133 и 80 мм из натуральной овчины. Поролоновые диски диаметром 175, 130 и 80 мм. Желтый повышенной жесткости, белый средней жесткости и мягкий черного цвета. Подошвы для полировальных дисков диаметром 156, 112 и 73 мм. Салфетки многоразовые из микроволокна разных цветов. В состав линейки материалов Surface входит также Средства для удаления полировальных паст Spray & Finish, Защита блеска Ovation, Матирующая паста Flat Matte. Все полировальные пасты Surface не содержат в своем составе масел, наполнителей, и поэтому удаляют царапины полностью без проявления их вновь после полирования. Водная основа материалов Surface обеспечивает легкое и быстрое удаление остатков паст и полиролей с обрабатываемой поверхности. Полироли не оставляют следов на пластике и резиновых уплотнителях. Материалы Surface имеют высокую концентрацию, поэтому используются в минимальных количествах, обеспечивая эффективное и экономичное применение. При работе с материалами Surface не требуется применение воды, что исключает их разбрызгивание в процессе обработки поверхности полировальной машинкой. На обработанной поверхности не остается разводов от полирования, снижается время работы. В состав паст входят так называемые лубриканты – вещества, обеспечивающие ровный и легкий ход полировальника по поверхности и в то же время не оставляющие жирных следов. Характеристики продукции Surface – технологии полирования, новое покрытие. Работа по полировке и шлифовке производится только после полного высыхания лакокрасочного слоя. Время полимеризации лакокрасочных материалов указывается заводом-изготовителем и технической спецификацией продукта. Перед началом полирования устраняются имеющиеся дефекты покрытия с применением абразивных материалов. После удаления дефектов шлифованием производится полирование поверхности с применением абразивных паст. В зависимости от типа лакокрасочного покрытия и количества дефектов могут применяться различные сочетания абразивных полировальных паст и дисков. Схема, предлагаемая на свежем лаке, подразумевает использование пасты ОЕ с меховым или поролоновым полировальным диском, выбираемым в зависимости от свойств лака. Паста ОЕ удаляет риску от абразива П-2000. Перед началом работы необходимо хорошо взболтать емкость с пастой. Затем нанести 4-5 капель пасты по краям полировального диска. Растереть пасту равномерно, без усилий, по обрабатываемой поверхности, не вращающимся диском. Полирование поверхности необходимо начинать при минимальной частоте вращения вала машинки, затем в ходе работы постепенно увеличивать скорость вращения до средней частоты вращения вала. Особую осторожность необходимо соблюдать на краевых участках обрабатываемых деталей, острых перегибах, выштамповках. В таких местах можно очень быстро повредить поверхность, удалив слишком много лакокрасочного материала. Применение пасты ОЕ с меховым полировальником обеспечивает уторение царапины рисок от абразива. Полировка производится челночными проходами машинки с перекрытиями на одну треть или на половину диаметра диска в одном направлении, а затем в перпендикулярном. Важное значение имеет правильно рассчитанное усилие, которое прилагается к полировальной машине. Начинать необходимо с сильного давления, постепенно уменьшая его по мере достижения результата. Для усиления воздействия на покрытие угол между плоскостью диска и обрабатываемой поверхностью может достигать 15 градусов, но после этого необходимо пройти плоскостью диска по всей поверхности. Применение пасты ОЕ с меховым полировальником обеспечивает уторение царапины рисок от абразива. По окончании полирования следует удалить остатки пасты салфеткой из микроволокна. КОНЕЦ 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 Использование ОЕ с поролоном обеспечивает повышение блеска. В процессе полирования может потребоваться добавление пасты. Особую осторожность необходимо соблюдать на краевых участках обрабатываемых деталей, острых перегибах, выштамповках. В таких местах можно очень быстро повредить поверхность, удалив слишком много лакокрасочного материала. Эффективность работы пасты повышается, когда поверхность разогрета в процессе полировки. При этом следует принять во внимание, что нагрев окрашенной поверхности выше температуры 60-70 градусов по Цельсию может привести к необратимым последствиям вскипания и разрушения лакокрасочного слоя. Контроль нагрева поверхности осуществляется с помощью специального термометра или на ощупь. Проверка на ощупь осуществляется прикосновением тыльной стороны кисти руки мастера к полируемому участку. При температуре поверхности выше 60 градусов человек ощущает сжение и стремится отдернуть руку от поверхности. Для охлаждения поверхности допускается использовать легкое увлажнение водой. Окончательная доводка поверхности темных цветов производится тонкой полировальной пастой Altimit Glace с мягким поролоновым диском черного цвета. Продолжение следует... При полировке поверхностей темных тонов на них могут просматриваться завитки и голограммы. Для их удаления и придания высокого глянца производится окончательная доработка поверхности пастой Altimit Glace с использованием черного поролонового диска на средней частоте вращения подошвы. На конечных стадиях полировальная машинка должна как бы сама собой перемещаться по обрабатываемой поверхности. Старое покрытие. Перед началом полирования старого лакокрасочного покрытия поверхность детали должна быть хорошо очищена и обезжирена. На старом покрытии применяем классическую схему полирования с применением всех паст. Первым шагом полировки – работа пастой Rapid. Алгоритм работы с пастой Rapid такой же, как с пастой OE. Наносим минимальное количество пасты на диск. Растираем пасту на обрабатываемой поверхности не вращающимся диском. Начинаем полировать поверхность с минимальных оборотов вала машинки, затем в ходе работы постепенно увеличиваем обороты. В процессе работы контролируем удаление царапин. Абразивная полировальная паста Rapid разработана специально для быстрого и агрессивного воздействия на ЛКП. Идеально подходит для твердых и старых покрытий, лаков нового поколения повышенной прочности, керами-лаки. Оказывает не косметическое воздействие, не скрывает дефекты, а полностью их удаляет. Удаляет царапины от шлифовальных материалов P1500. Специально разработана для использования без применения воды, благодаря чему на поверхности не остается разводов разбавленного водой полировального средства и значительно снижается время полировки, уменьшается расход пасты. Лучше всего работа пасты видна при применении ее с меховым полировальным диском. Остатки пасты с поверхности детали удаляются одноразовой или многоразовой полировальной салфеткой. Окончательная доработка поверхности производится мелкозернистой полировальной пастой OE, используя с белым полировальным диском средней жесткости. Принцип действия данной полировальной пасты заключается в том, что она устраняет оставшиеся следы от полирования пастой с более крупным абразивом и придает покрытию желаемый блеск. Для светлых поверхностей применение пасты OE может быть заключительным этапом. Принцип действия. 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 Продолжение следует... 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 Производим обработку поверхности детали защитными полиролями Avation или Vitesse. Они придают поверхностям более высокий блеск. Могут использоваться даже в крайне стесненных условиях малярных участков, так как не содержат летучих силиконов, оседающих на соседние автомобили. Для нанесения полиролей применяются одноразовые полировальные салфетки или распылитель. Защитная полироль долго не пересыхает и может быть располирована с одинаковым усилием как сразу, так и спустя неделю. Располировка защиты блеска может производиться вручную или полировальной машинкой с черным полировальным диском на минимальных оборотах. Продолжение следует... Помимо предложенных схем применения полировальных паст Surface в зависимости от глубины царапин, рисок и площади дефектов покрытий, возможны различные сочетания паст и дисков при выполнении работ. Например, паста Рапид с белым поролоновым диском. Далее, паста ОЕ с белым поролоновым диском. Затем, для темных цветов, паста Альтимит Глейз с черным диском. Паста ОЕ с меховым диском. Далее, она же с белым поролоновым диском. И для доводки темных цветов. Паста Альтимит Глейз с черным диском. В случае необходимости полирования зоны перехода по лаку, потускневшего покрытия или голограммы на эмале, вначале шлифуем такой участок абразивом. Затем пастой ОЕ с белым поролоновым диском полируем поверхность. Окончательный глянец придаем пастой Ultimate Glaze с черным диском. Окончательно на отполированную деталь наносим защитные составы Ovation или Vitesse. Зоны перехода. Подготовка поверхности к окрашиванию, мотированию. Наш рассказ о полировальной системе Surface был бы неполным, если бы мы не обратили внимание на средства, облегчающие подготовку поверхностей к окрашиванию. Мотирующую пасту FlatMath. Она используется для подготовки к окраске как обычных плоскостей, так и таких сложных мест, как рамки дверей, выштамповки под дверные замки, ручки, обратная сторона капота, крышки багажника и другие. Кроме того, паста может применяться для мотирования всей плоскости ремонтируемой детали при окраске методом плавного перехода. Паста FlatMath может применяться при подготовке к окраске не только металлических, но и пластиковых и резиновых деталей кузова, бамперов, отбойников, уплотнителей. Паста одновременно оказывает абразивное, очищающее и обезжиривающее действие. Для нанесения пасты применяют абразивный материал типа шлифовальный войлок или салфетку. На этом мы заканчиваем наш рассказ о применении полировальной системы Surface. Дополнительную информацию по применению и приобретению продукции Surface вы можете получить у региональных дилеров Surface в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok